В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. И сегодня мы с Михаилом поговорим на тему, которая будет называться «Виртуальный лохотрон». Михаил, давай ты, наверное, раскроешь суть нашей программы, а я уже каким-то образом буду пытаться вместе с тобой разобраться, что же там у нас происходит. Здравия всем, кто нас видит, кто нас слышит. Тут, как говорится, давно меня не было, за славой потянулся, решил опять с Алексеем связаться. Итак, значит, в интернете появляется большое количество разнообразных роликов, причём информация в них обо всём, что угодно. О планете Нибиру, или Нибиру, я не знаю, о плоской Земле, о конце света, о том, что полёты на Луну либо были, либо не были, о том, что на Марсе тоже фотографии с Марса реальны или нет, о том, что изобрели вечный двигатель, или наоборот, его там, соответственно, невозможно такое дело. То есть большое количество роликов, которые растаскивают внимание людей по разным направлениям, по разным темам, и часто ролики бывают противоречивы друг другу. Вот по твоему мнению, Алексей, это всё-таки так вот случайно все сговорились, или же всё-таки какой-то подвох в этом деле усматриваешь? Да, я думаю, что, как говорил Винни-Пух, это ж неспроста. С одной стороны, здесь надо понимать, что не все люди заговорщики, и есть те, которые честно, открыто думают, что да, так всё на самом деле происходит, и, в общем-то, не кривя душой, становятся на какую-либо позицию, какого-либо ролика, фейка, теории, чего угодно, и начинают о чём-то говорить, что-то доказывать. Но, с другой стороны, необходимо понимать, что есть разные уровни управления людьми и всем нашим человечеством, которым выгодна такая ситуация. А вот какая ситуация, в чём она заключается, наверное, вот об этом мы с тобой и сегодня поговорим. Я предполагаю следующее, что первый видимый всем уровень, состоящий из простых людей, он достаточно объективен, и его можно пощупать, потрогать, пообщаться с ними. Это люди, которые вот такие же, как мы, появляются в интернете, начинают разговаривать, записывать видеоролики, писать какие-то статьи, комментировать что-то. И эти люди делятся, наверное, на тех, кто это делает из-за того, что он убеждён, что это правда, делают это, если это касается интересов его Родины, потому что он патриот, и кто-то совмещает полезное с приятным, а ещё иногда получает за это деньги. То есть появилась какая-то теория. Ну, например, полёт на Марс. Туда полетели якобы американские какие-то разведывательные аппараты, зонды, которые крутятся вокруг Марса, которые высаживаются на Марс и оттуда что-то снимают. Естественно, что патриот Америки будет писать о том, что да, это правда, и всё здесь здорово, всё хорошо, и он будет всячески доказывать о том, что правда. Люди, которые не заинтересованы в том, чтобы американским патриотам было всё хорошо, они будут доказывать противоположное или воспринимать так, ну, и правда, и правда, ну, и, может быть, найдут какие-то там ляпы, например, применение фильтров и так далее. Кто-то также может выступать как патриот, защищая американские интересы, ну, в общем, почему американские интересы другой страны, рассказывая о том, как их войны освобождают весь мир, как они защищают демократию или как защищают интересы своей страны. Я думаю, тебе, Миша, это знакомо, да? Да, это мне знакомо, да. Вот, поэтому первый уровень, он достаточно простой. И вот как раз на первом уровне баталии-то все и завязываются. То есть кто-то нашёл какой-то фейк с точки зрения полёта американцев на Луну, и он доказывает, нет, американцев там не было, потому что вот это всё снималось там-то, там-то, и приводят какие-то конкретные ляпы, которые, ну, явно снимались в студии. Потому что с таким качеством представить фотографа, одетого в скафандр, где вот так вот всё очень тяжело двигается, внутри которого, и который держал бы профессиональную камеру, которая при очень-очень разряженной атмосфере Луны, а кто-то говорит, там вообще атмосферы нет, могла бы нормально работать, ну, я себе не очень-то хорошо представляю. Поэтому многие кадры, как уже потом выяснилось, они доснимались. То есть я сейчас не говорю, летали американцы, не летали на Луну, вообще есть Луна, нет. Я просто говорю о том, что да, это доказано, что кадры некоторые доснимались в студию. Вот, но это людей разделяет на тех, которые не допускают о том, что американцы там были, и допускают о том, что они там были. Они исключают возможность полёта, другие исключают возможность съёмок в студии. Вот и разделились на этих и на этих. Они вот между собой так, как ладошки, хлопают и так далее. То же самое происходит с полётами на Марс, то же самое происходит с войной где-нибудь там в горячей точке, ну, условно, там в Ливии, например. И вот таким образом людей растаскивают направо или налево. В общем, я думаю, базовый уровень понятен. Это когда люди что-то вбросили, и они между собой начинают ругаться, и вражда образуется. Следующий уровень, который тоже очевиден тем, кто пытается с чём-то разобраться, это уровень внедрения самих программ и разработки этих программ. Ну, например, пришло задание откуда-то создать программу виртуальную с доказательствами о том, что кто-то полетел на Марс. Они собирают вот этих вот патриотов, собирают каких-то умельцев, которые умеют хорошо что-то делать, оплачивают работу целых студий, которые это что-то снимают, и говорят, ваша задача показать, как хорошо мы прилетели на Марс, как мы там хорошо ездим, как мы хорошо там всё снимаем, берём пробы. Ну, всё у нас шикарно, замечательно. Причём, я не исключаю того, что всё-таки кто-то там был на Марсе, и что он запустил что-то туда на Марс. Ну, просто технические возможности не позволяют снять, естественно, что там есть. А может быть, они увидели то, что совершенно не надо кому-то показывать. Поэтому вот для этого второй уровень, более высокий, куда вливаются деньги, создан. И этот уровень управляет вот теми самыми людьми, которые создают фейки, которые пишут статьи, которые что-то оправдывают, которые с кем-то спорят. То есть первый уровень понятный, нам второй уровень сейчас тоже понятен. Те, которые программы эти создают. Но вопрос, ради кого они всё это создают? Кто им даёт заказ? И мне видится, здесь существует третий уровень, более высокий, который управляет уже миллиардами рублей или долларов, или евро, или чего-то ещё. То есть какими-то ресурсами денежными очень-очень большими. Это уже государственный уровень, который, наверное, надо охарактеризовать более тонко, более чётко. Ну вот возьмём ту же самую Америку. Сейчас в Америке огромное количество долгов. Несколько там десятков триллионов долларов. И кто-то уже два года назад, кто-то три года назад ожидал краха Америки. Но почему-то этого краха не происходит. Почему-то этот пузырь денежный, он так продолжает набиваться, набиваться, пухнет, пухнет и никак не лопнет. Мне кажется, что здесь, как в экономике зависимой от тех, кто печатает большую сумму денег и зависимой от международных договоров, всё очень просто. Для того, чтобы он не лопнул, эти деньги необходимо куда-то утилизировать, куда-то их выбрасывать. А выбрасывать их можно в какую-то бездонную бочку. К примеру, бездонная бочка – это война. Там постоянно что-то взрывается, там постоянно что-то ломается, там постоянно кто-то гибнет, кто-то получает ранение, надо кого-то лечить, восстанавливать, создавать какие-то школы, какие-то училища, повышать квалификацию, что угодно, обучать. Это целая-целая индустрия. Поэтому здесь нужны и военно-промышленный комплекс, который бы что-то создавал, и учёные, подключенные к этому военно-промышленному комплексу, которые бы на него работали, и новые какие-то образцы, которые надо где-то испытывать, куда-то заряжать, и люди, естественно, и подготовка этих людей. Понимаете, да? То есть здесь огромное количество финансов может быть включено. Причём в этой же структуре можно огромное количество финансов списывать. Ну взорвался один танк, ну пиши, 10 танков взорвалось, да? Там запустили 5 ракет, пиши, 50 ракет запущено. Сбили один самолёт, пиши, там, 2 самолёта сбиты, 10. А каждый самолёт, каждая ракета, каждый танк, что угодно, стоит огромных денег. И на войне посчитать, что там взорвалось, и что там не взорвалось, реально, наверное, очень сложно. Можно посчитать какие-то физические убытки, связанные со смертями людей, с лечением людей. Да и тут тоже можно мухлевать. Тем более, что есть съёмки, где показывают кучу крови. На самом деле, это оказалось постановочные какие-то съёмки. И там затрачено было только на поездку оператора, и на массовку, которая легла, там, краской себя побрызгала. Я не исключаю того, что, естественно, снимают в горячих точках, ездят и снимают этот ужас, кровь и смерть и так далее. Но проще, не рискуя своими сотрудниками, это всё где-то снять в похожих условиях и получить за это деньги. То есть, в военно-промышленный комплекс, чему я это всё веду, можно списывать огромное количество денег. А ещё раз говорю, экономика, которая держится на печатании валюты, которая по всему миру расходится, она очень интересно устроена. Эту валюту необходимо утилизировать, чем я говорю. Просто рубить приходящие доллары из Европы, например, из Африки и из Южной Америки или откуда-то ещё. Их, ну, можно, конечно, рубить по принципу, там, обвешало, и мы рубим. Но это слишком банально, слишком просто, много не нарубишь. А вот если мы списываем, если привлекаем ещё другие страны под это дело, которые ввязываются, вот там круговорот денег увеличивается в разы. То есть, военно-промышленный комплекс. Можно создавать видео-фейки, можно создавать, там, какие-то якобы летающие ракеты, и что угодно. Как я говорил, запустили одно, а на самом деле списали десять. И тут денег можно списать много. Но это всё ограничено. Есть война, хорошо для них, да? Для нас плохо, для них хорошо. Люди гибнут, здорово под это списываем. А если нет войны, что делать? Устроить войнушку можно, конечно, но для этого нужны какие-то причины, какие-то условия, их надо создавать. И вот тут, наверное, можно поговорить о другой бездонной бочке, так называемый космос. В космос можно сливать ещё больше денег, потому что он всегда есть. И всегда туда можно что-то запустить. Или сделать вид, что запускаем. Ну, например, создали ракету, она полетела, её засняли с разных ракурсов, её засняли с чего угодно. Засняли кучу публики, которая наблюдала за полётом. Засняли весь этот центр управления, где много-много компьютеров, они сидят, там, что-то на мониторах смотрят, кнопочки нажимают, в наушнике что-то говорят. Всё это здорово, всё это отлично. Но при этом запускать так каждый день ракеты проблематично. Поэтому заснятые кадры можно всегда использовать повторно. Они же не тухнут, не портятся. Ты их можешь сколько угодно раз использовать. Поэтому здесь ещё проще. Одна ракета космическая стоит намного больше, чем сотни танков, чем десятки самолётов, потому что здесь ещё больше комплексов надо подвести сюда. А уж если это космический корабль, рассчитанный на полёт к Марсу, например, то тут куча учёных подсоединяется, которые рассчитывают траекторию, сколько топлива, когда там оно будет расходов, с какой скоростью лететь, как это всё должно стыковаться, где этот спутник должен там выпустить, как он должен приземлиться, где он должен раскрыться, в каком квадрате Марса. Тут, ну, представьте, намного всё точнее должно быть. Поэтому здесь списание денег вообще идёт замечательно. Плюс ко всему, как я сказал, неважно, запускали, не запускали, не буду сейчас свою позицию проявлять, чтобы на себя не навлекать, опять же, разные взгляды людей. Ещё необходима индустрия съёмок, какой-то пустыни, каких-то условий, фильтрации, ну, в общем, много чего интересного. То есть, космическая вот эта программа, она ещё намного сложнее, нежели чем военная. И ещё существует программа, это научная так называемая, борьба с онкологией, борьба с диабетом, борьба ещё с чем-то. Там, где была война, там, где есть разруха, там ещё программа включения, например, помощи детям, помощи инвалидам, помощи, там, чему-то ещё животным, защита слонов, защита жирафов, пингвинов. Или атипичная пневмония, свиной грипп. Всё правильно, да, то есть, создали какую-то программу, и в неё деньги. Но самая дорогая, на мой взгляд, это первая, космическая, потому что она есть всегда, и можно в студии снять, как создаётся космический корабль, можно придумать кучу предприятий, заводов, которые якобы эти космические корабли производят, и можно просто по этому заводу идти, фотографировать, снимать что-то, потом налепить, получится у тебя прекраснейшая видеопрограмма, чего там делают, как там запускают, потом сляпать запуск и так далее. То есть, на одну лечащую ракету можно создать сотни таких запусков, которые якобы там были произведены, списать там триллионы долларов или евро, или что-то ещё, и подсоединить те маленькие страны, которые сами не могут запускать, а которые окажутся должниками перед тобой, и за счёт долга эти доллары ещё будут списаны. То есть, интересная такая ситуация. Вот, это третий уровень, который для нас закрыт государственной. Но мне видится ещё и четвёртый уровень, который, в общем-то, всю эту кашу заваривает и которому всё подчиняется. Четвёртый уровень – это надгосударственный, который создаёт вообще всю программу управления жизнью людьми, который говорит, когда необходимо запустить какую-то войнушку, какую-то программу, разрушить какое-то царство государства или воссоздать что-то новое и так далее. Их задача – не получение денег. Они и так владеют всеми деньгами. Они, по сути, придумали систему производства денег. Они поставили туда тех, кто управляет производством денег. Поэтому им деньги не нужны. У них и так всё в шоколаде, у них и так всё есть. Они могут ключевое слово произнести и получить всё, что им необходимо. Да, в принципе, им это не надо. У них уже всё настроено. И банки им принадлежат, по сути, и вот эти все программы им принадлежат, всё, и деньги, им волноваться нечего. Это программа четвёртого уровня, она уже программа управления всей Землёй. Это как раз те самые ребята, которых называют глобальными предикторами над правительственными структурами управления, мировым правительством, комитетом 300 или как-то ещё и так далее. Их же задача, если их деньги не интересуют, наверное, заключается в том, чтобы превращать людей в удобоваримый материал, который можно использовать во всех программах, которые им подчинены. Нужны солдаты, значит, необходимо создать программу войны. Нужны те, кто себя взрывает, необходимо создать программу уничтожения какой-то страны или обнищения этой страны, чтобы там люди, которые плохо бы жили, получали за свою смерть компенсацию, которая бы им в их семьях передавалась. Для того, чтобы это делать проще, необходимо в эту страну ввести какую-то религиозную программу и пообещать что-то тому смертнику, который будет умирать, какие-либо блага там, на том свете. То есть, здесь программа зомбирования, программа финансовой поддержки, которую исполняет третья группа и много-много чего другого. Вот такая интересная система. То есть, задача, цель высшей группы управления, те, которые на самом верху этой пирамидки стоят, подчинение всех людей и создание тех программ, которые будет третья группа исполнять, вторая будет получать деньги на исполнение, а четвертая, самая низшая, будет между собой ругаться, ссориться и так далее. То есть, грубо говоря, четвертая группа, вот, кто-то увидит наш ролик и сразу начнет писать комментарии. Все, он в эту игру уже включился, он уже начинает писать комментарии. Он начинает уже умничать, он начинает какие-то свои версии выдавать. Естественно, никто ему деньги не заплатит. Мы с тобой деньги не заплатим за то, что он включился. Просто из-за интереса. Я думаю, вот эта вот структура, которую я выстроил, понятна. Если непонятно, ты можешь вопросы какие-то задать по ней или свои дополнения, свои наблюдения сказать. Ну, я так понял, ты хорошо все перечислил, но основное это вот надо упомянуть о чем? Как это говорят, спрос рождает предложение, да? То есть, вот это вот предложение, оно же удовлетворяет по сути, наш спрос, да, вот как бы людей на, как сказать-то, на какую-то людям свойственна любознательность, они пытаются где-то информацию брать, вот, а тут уже на все готовое, то есть, нам это все создали, только берите, как говорится, лапшу и аккуратно развешивайте по всем местам, где вам нужно, да? То есть, вот этот момент конкретно бы желательно развить, то есть, ты общую схему нарисовал, а теперь, как конкретно на людей вот происходит это воздействие на низовом уровне? То есть, вот этот еще пояснил? Да, значит, теперь, когда мы с тобой разобрали всю эту структуру управления и вброса и исполнения, теперь надо переходить к тому, как же вот этот лохотрон теперь действует. Ну, давай начнем вот с чего. Сейчас интернет все больше и больше входит в наши дома, в наши умы. А интернет – это, в общем-то, не физическая структура, это не дерево в садовом огороде, да, это не капуста, которую надо защищать от слизней, от бабочек, от козлов и так далее. Это то, что не существует физический интернет потрогать невозможно. Это виртуальная полностью программа. И она очень сильно и очень серьезно цепляет людей и втягивает их в себя. То есть, по сути, это та самая матрица, пока еще не до конца, которая описана в фильме одноименно матрица, воссозданная, но которая имеет уже все предпосылки к тому, чтобы в дальнейшем так же развиваться. Человек втягивается все больше и больше в виртуализацию, он начинает работать в этой виртуализации, он начинает общаться через эту виртуализацию, хотя общением это не назвать, потому что слово «общее» здесь присутствует, а когда мы вот так с тобой общаемся, у нас ничего общего нет, кроме изображения. Мы общего дела никакого с тобой не делаем, физического. Это все виртуальное дело. Наши разговоры, они даже не из уха в ухо идут, они идут просто вот по монитору из колонок, из наушников, но мы друг друга не ощущаем, не видим. Это все виртуальное пространство. То есть, людей это вытягивает виртуальный мир, и люди отрываются от реального жизненного процесса. Для них мир перестает быть таким, какой он есть на самом деле. Чем это плохо? Если сегодня вдруг отключится электричество, люди не будут знать, что делать. Это как в присказке, стишке про птицу, которой отрезали крылья, отрезали ноги, и она умерла от скуки, потому что сидеть не смогла. Ну, условно, да? Вот. Чем людям-то будет заняться? Вот пропало электричество, как ты думаешь, что будет на следующий день? Электричества нет, там месяц. Что с людьми будет происходить, которые привыкли просто за компьютерами заколачивать деньгу, писать какие-то свои умствования, записывать видео и выкладывать их в YouTube или какие-то другие каналы? Что будет с людьми происходить? То, что ты сейчас упоминаешь, это происходило в Аргентине в какие-то двухтысячные годы, когда у них есть пример крупный город Миллионник, остался на несколько дней без электричества. Как там потихоньку помаленьку народ скатывался в каменный век, причём не за тысячелетия, а за несколько дней. И дошло до того, что там потом реально были, ну как сказать, выживали, убивали, выживали, всё-всё-всё-всё. Самое такое плохое, чернушное происходило. А просто люди, действительно, они не готовы. Сейчас люди считают, что пища растёт в супермаркетах, а деньги, они на карточке, наверное, много молодёжи так думают, что они там просто случайно так появляются каждый день, ниоткуда перутся и никуда исчезают. Вот так. Ну, то есть, беда будет, да? Это тоже самое, как современного человека куда-нибудь там взять и засунуть его в лес. И при этом у человека ничего не будет под руками. Никакого-то электрического станка, никакого-то компьютера, ничего-то ещё. Просто он оказался в лесу. Представляешь, да? Ну, в лучшем случае, что там у него? Ключи от дома есть в кармане. Сотовый телефон. Что у него там ещё может быть? Вот просто забрось его в лес. Взять нас с тобой в лес забрось. Долго мы там протянем? В тайгу, например? Да нет, сложно. Современный человек не выжимет. А вот человек, например, который прожил в тайге без компьютера, без телефона, я думаю, что процент выживания там будет намного больше. И, может быть, даже вот голыми руками он сможет что-либо себе придумать, даже добыть огонь, построить себе какое-то убежище, найти, где ему пережить. В конечном итоге, что мы видим? Виртуальный человек в природе умирает, а тот, который живёт на земле, возможность выжить у него больше. То есть, другими словами, виртуальный человек это противоречие природы, противоречие тому, что есть в природе. То есть, он сам себя уже уничтожает. И это очень плохой знак, потому что, уничтожая природу, ты уничтожаешь сам себя, свою природу уничтожая. Ты вырвался из естества, ты погрузился в виртуализацию, но виртуально тебе никто в тайгу, ты не сможешь сказать виртуально пиццу в тайгу, и не сможешь там выжить, и не сможешь заказать себе какую-то палатку или что-то ещё. Вот в этом серьёзная проблема. Поэтому давайте пересмотреть, что же у нас за лохотрон-то такой, и кто нас туда подтягивает. Вот какие теории на сегодняшний момент очень ярко представлены в интернете, которые вбрасываются, и на мой взгляд, очень серьёзно вбрасываются для того, чтобы люди за них цеплялись. Какие теории, которые сейчас сбрасываются, ты можешь перечислить? Я могу даже тебе перечислить то, на которую я сам как-то клюнул. То есть, получается, какая штука, да? Берутся обычно какие-то реальные доказательства, ну, например, что у нас день сменяет ночь, что у нас на небе есть солнышко, что там есть звёздочки, что вот земля есть, по которой мы ходим. То есть, начинаются обычно ролики, они довольно-таки основываются на тех фактах, которые не опровергнешь. А потом через несколько предложений плавно подводится это к тому, что а вот есть мнение, как это мы с тобой разбирали и там древних славян упоминали, а тут, наверное, и современных учёных, или как там говорят, британские учёные доказали или открыли. То есть, вот такое что-то. И там дальше есть теория, на которую мне почему-то приглянулось, там было много красивых фотографий, о том, что земля наша на самом деле плоская. Там были из самолётов фотографии, где там вот горизонт не такой вот дугой, а вот прямой там. Другие, наоборот, рассказывают, что плоское это не то. Вот есть вот такая великая швабия, куда Гитлер смылся. Там на самом деле у нас земля-то полая, надо только всего-навсего доплыть до Антарктиды, а там есть не то эскалатор, не то лифт, не то чего ещё. И можно жить долго, счастливо, прекрасно внутри нашей земли. Вот так вот. И вот к чему это всё говорю, да? То есть получается, сделана система очень хитро. Человека цепляют на реальные факты, с которыми он не может поспорить. Плавно подводят к тому, в чём он начинает сомневаться, а потом начинает навешивать такую галиматью, но с таким большим объёмом и фотографии, и видео. Сейчас техника-то у нас, как говорится, возможность её огромная, что не все, но часть людей начинает в это верить, искренне, причём верить. А другая часть начинает искренне в это не верить. И потом вот одна часть, которая искренне верит, начинает почему-то убедить вторую часть, что это есть, а вторая говорит, что этого нет. И в итоге не так много времени у людей обычно остаётся, они с утра до вечера на работе, а потом пришли, а тут ещё надо переубедить кого-то в чём-то, чего нет, или наоборот, чего есть. Вот тоже своё мнение выскажу. Наверное, это всё-таки тоже это всё не случайно, да, вот эта схема придумана. И как, по твоему мнению, как всё-таки определять, что тебя ловят вот именно на то, что называется состряпанными на коленками фактами, по-английски слово есть фейк, да, то есть вот эта вот штука, и как противоядие вот найти, чтобы всё-таки грамотно с этим делом взаимодействовать? Ты сказал то же самое, подтвердил мои слова, и я рад тому, что также тоже это всё замечаешь и видишь, что людей именно разводят по сторонам и отрывают их от реальной жизни. Человек пришёл домой, конечно же, он усталый, но вместо того, чтобы заняться своей супругой или супругом, своими детьми, родителями, то есть посидеть за столом, решить какие-то проблемы, поехать кому-то чем-то физически помочь, поддержать просто-напросто. Вот они приходят и начинают выяснять, какая теория более всего им нравится. И самое-то смешное, что, как ты правильно сказал, это иностранное дурацкое слово, фейк, они пытаются разоблачать эти фейки. Но фейки-то они разоблачают на каких принципах? На принципах тех же самых фейков, при помощи тех же самых фейков они пытаются разоблачить фейки. К примеру, встречались мне такие ролики, где один человек говорил, что Google, это вообще Google карта, это вообще фейк полный, что доверять ему нельзя, и поэтому те, кто оперирует Google, те изначально фейковцы все, потому что Google, как такового, карты нет, и Google земли тоже нет, и поэтому это все фейк. Но самое это интересное, что этот человек, который говорил, он не учитывает, что на картах Google и на Google земле в принципе все эти города точно отображены, карта городов совпадает, и когда я общался с разными людьми из разных мест, из Австралии, из Америки, из Европы, даже разговаривал из Новой Зеландии, кто-то даже из Африки подключался, они говорят, так я вижу свой дом, вот он здесь существует, я вижу свой дом, я вижу такие же дома, и я был в этих местах, и тут я был, они полностью совпадают, полностью Google фейком назвать невозможно, потому что он отображает какую-то правдивую информацию, то, что есть на самом деле, и отображает ее точно достаточно, даже есть фотографии, но все ли там является правдой, вот это другой разговор, естественно, в этой бочке меда обязательно будет какая-то ложка тегтя, потому что тому четвертому уровню, о котором я говорил, невыгодно, чтобы люди знали все, и вот в этом случае дается команда установка третьему и второму уровню, а может быть и первому уровню, который взаимодействует с людьми, просто-напросто убирать то, что вот этим сверху невыгодно, невыгодно самым вышестоящим, третьему уровню, который исполнители, которые деньгами оперируют и интересы какой-то страны защищают, ну и тем, кто исполнитель, тоже это может быть невыгодно, например, скрыть какую-то военную базу, скрыть какие-то, может быть, технические средства, которые влияют на природу, на погоду, ну зачем простому человеку знать, что его чем-то облучают, да, взяли лесом, закрасили, все делали, пустыня, все хорошо, замечательно, скрыть какие-то древние артефакты, которые там присутствуют, тоже ведь невыгодно, чтобы люди знали об этой старине, и сколько таких случаев было, когда человек что-то нашел на гугл-картах, все это дело рассказал, показал, туда съездила экспедиция, к примеру, они об этом рассказали, показали, все засняли, да, гугл-карты, реально все это показали, но через месяц, через два, вдруг раз, и в гугл-картах это пропало, почему, потому что ролик стал очень известным, его просмотрел несколько миллионов человек, и надо каким-то образом остановить это безобразие, с их точки зрения, дается команда, кусочек этот затирается, вместо него рисует что угодно, и появляется в реальном, виртуальном вот этом представлении фейковое пространство, то есть гугл превращается вот в данном пространстве, в данной части, определенным фейком становится, так что полностью говорить, что это фейк нельзя, но и в то же время говорить, что там все точно тоже уже нельзя, потому что много чего подтерлось, не само потерлось, подтерли, вот, и люди, многие, начинают вот так вот доказывать огульно, как я уже вначале говорил, или полеты в космос, да, или полеты в космос, нет, и очень часто развенчивая какой-то один фейк, они пользуются для развенчивания другими фейками, вот что настораживает, то, что умные люди, которые говорят, в общем-то, правильные вещи, и как ты правильно говорил, начинают говорить с того, что наукой доказано, все, что очевидно, чтобы доверие к себе какое-то притянуть, чтобы людям доверяли, они потом переходят уже на теории свои, или на теории чьи-то другие, а человек уже, послушав начало, им верит, после этого они переходят на уже свои умозаключения и переходят к фейкам, которые или вбрасывают, или разрушают на основе других же фейков, и тем самым они людей еще больше растягивают, люди начинают сторониться, они начинают воевать друг с другом, то есть на первый самый уровень идет вот это вот сбрасывание вражды, а ты за или против, ты за красных или за белых, а может ты за зеленых, а ну-ка давай, посражайся, а ну-ка давай докажи, и в эту виртуальную игрушку они в очередной раз стягивают много-много людей, вот это очень опасно, ну к примеру, как можно определить осознанные говорящие люди или неосознанные, на мой взгляд осознанность всегда проявлена в том, соответствуешь ли ты правде жизни, то есть понимаешь ли ты то, что вокруг тебя происходит на физическом уровне, не на уровне вычислительной машины 0-1-0-1 да, какой компьютер работает 0-1-0-1 и он исполняет программы да-нет, 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 компьютер не работает, возможно, возможно, человек придумал ему, он работает, да-нет, он исполняет тот алгоритм, который человек ему прописывает, по сути, любая программа из виртуального пространства программирует человека на компьютерный принцип взаимодействия с этой программой и с другими людьми, да-нет, то есть ты меня поддерживаешь или не поддерживаешь, нет, всё, ты мой враг, ты меня поддерживаешь, да, ты мой друг, ты живёшь здесь, да, значит, ты мой друг, живёшь там, значит, ты мой не друг, всё, вот такая вот не даже не дуальная, а двойственная политика, да-нет, хорошо-плохо, тепло-холодно, плюс-минус, всё. Вот это вот программирование человека на отношение к миру как биоробота. И вот я возвращаюсь к тому, как я определяю, передо мной находится человек или всё-таки биоробот, ну, в образе, конечно, человека, который размышляет понятиями да-нет, даже если он очень умные вещи говорит, даже если он очень правильные вещи говорит, первый самый показатель это оторванность его от жизни. Вот если человек ничего не понимает о том, как устроена жизнь на земле, он может говорить что угодно про финансовые, экономические взгляды, параполитику, международного уровня и говорить очень красиво, здорово. Но при этом он полный ноль проявления себя в природе. А ведь он-то в первую очередь природное существо. Он сам состоит из природы. И если он отвергает что-либо или не понимает что-либо, тем самым он уходит от своей природы. Это первое показатель того, ведущий человек или нет. То есть, чем я подвожу, ведущий человек воспринимает мир такой, как он есть целиком, во всем его многообразии. И он разбирается в нем. И в том числе в виртуальной жизни отчасти присутствует в его жизни. А биоробот или человек, который себя ввел в состояние биоробота, он отвергает что-либо. Он мыслит двойственно и не разбирается в каких-то мелочах, которые бытовые и природные. Здесь можно множество примеров приведить. Самый яркий такой, который я посмотрел, когда не так давно мне говорят, посмотри, обязательно это нужно, посмотреть, очень умные люди. Да, я увидел очень умных людей, они говорили очень правильные вещи и про экономику, и про политику, и про финансы, и про питание, и про что угодно. Но в конечном итоге так, полушуткой был заброшен такой вариант. А что вот вы скажете наши зрители про голубей? Откуда они появляются, эти голуби? Вот мы никогда не видели, чтобы голуби где-то гнездились, их гнезд не видно. Воробины гнезд тоже нет. Получается, что голуби это создание вот этой матрицы, которую сюда просто их клонированием вбрасывают. Через клонирование вбрасывают, для того, чтобы они сжирали и гадили. Больше ни для чего. Ведь никто же не видел гнезд воробиных и гнезд голубиных. Ну, а их все больше и больше и больше. Их не уменьшается. Вот что ты можешь сказать по такому смелому заявлению? Да, ты прав. Я знаешь, вот тебя сейчас слушаю, у меня какая мысль возникает, да? По большому счету смотри, что делает, на что направлена вот это вот все, я могу так сказать, одним словом, оболвание, оболванивание. Получается, берутся люди, ну, то есть работают на массовость. То есть интернет эта штука массовая, захватывает почти всех, почти в каждом доме он сейчас есть. Берутся люди, молодые или уже не очень молодые, но современная молодежь без опыта реальной жизни на той же самой земле, да? Вот те примеры, которые ты говоришь с голубями или там с воробьями, я помню их по реальной жизни, потому что я детство проходило в доме, там, в таких условиях, можно сказать, на подобии деревни, да? То есть я это все видел реально, как это происходит, как там птенчики вылупляются и так далее, и тому подобное. То есть у меня есть этот опыт, это мое знание, и соответственно, такому бреду я верить не буду, да? Но человек, который живет в городе, в многоэтажном, соответственно, доме, никуда не выходит из этого дома и большую часть времени проводит в интернете, где ему навязывают какое-то чужое мнение и учат не думать своей головой, да? А воспринимать это за правду, то он через какое-то время начинает этому верить. Но это бы еще ладно было, если бы он начинал этому верить, и так, как говорится, стадия вот этой сумасшедности, его происходило с ним только, да? Но он же общается с такими же подобными в интернете, которым он начинает навязывать свое, вот это вот навязанное ему чье-то мнение, ошибочное, ложное. Он начинает эту ложь распространять другим, а дальше вот этот вот молодой человек, он еще имеет свойство понемножку расти как бы возрастом, но не вот тут, И у него иногда бывает появляются дети, вот. И, соответственно, подобный опыт мировосприятия, да, я даже не знаю, тут можно ли это слово даже употреблять, подобный опыт вот этого его, то, что ему в голову засунули в интернете, он начинает транслировать детям своим, вот. и уже получается второе поколение начинает жить в виртуальном мире, вот. И именно вот это, оно что, по моему мнению, чем оно опасно? Оно не дает человеку учиться самому, ты сам не набираешь опыт, а вот есть этот Вовка, в 30-м царстве, мультик, хороший показан, да, где там он говорит, я хочу там вон так, пирожного, мороженого, да, и так далее, да, а потом, когда это все появилось и чудным образом пролетело мимо его рта, да, и он сказал, как вы еще и есть за меня будете, о, тогда мне такое не надо, да, а тут получается, тебе дали ложь, ты воспринял, съел, навешивал эту ложь другим, и по большому счету ты загадил свою жизнь, других жизнь, а в это время, возможно, происходит что-то другое, не менее важное, вот как ты думаешь, Алексей, все-таки для чего же все-таки нам навязывают такое большое количество лыжи? Так, ну, во-первых, я тоже себя прокомментирую вот эти вот про голубей, реплики и воробьев, также я в детстве очень много проводил времени в деревне, и мы прекрасно там дети знали, где у нас селятся воробьи, они селились над окнами, вот там досочки такие, которые наличниками называют, там они себе свивали гнезда, таскали туда соломы, сено, и в общем там прекрасно себя жили, и голубиные, и воробьиные яйца мы видели, а голубиные больше в городе, конечно, были представлены, это на чердаках, и сейчас они представлены, мало того, я когда рассказал это своему соседу, который голубятню здесь у нас содержит, он очень долго смеялся, и говорит, у меня нет слов, у меня нет слов, говорит, пойдем, посмотришь, вот как у меня голуби виртуально размножаются, как я их клонирую, ну в общем, мы с ним там стояли, в голубятне смеялись просто очень долго, у него там 6, что ли, пород голубей, вот, и те, которые молоденькие совсем, еще только-только учатся летать, и те, которые уже хорошо летают, и старенькие, в общем, об этом, конечно, рассуждать вот так на полном серьезе как-то, как-то для меня несерьезно, тем более, что я знаю, есть народы, которые голубей разводят, и у них, эти голуби используются вместо птицы домашней, которую можно есть, очень много голубей разводятся у бедуинов, очень много голубей разводятся где-то ближе к Карпатам, я знаю, ну сейчас не знаю, много или немного, раньше разводилось, где-нибудь там на Украине тоже разводили голубей, медведы, ну и в других тоже странах, так что для меня это не секрет, но это один из показателей того, что люди очень серьезно оторвались от жизни, умные, правильные люди, с правильными взглядами, но настолько себя погрузили в виртуальность, настолько оторвались от жизни, что уже сами находятся на первом уровне, и несмотря на то, что они достаточно умные, они себя, в общем-то, вели в состояние вот такого невежества, а это печально. Для чего все это делается? В принципе, я сказал в самом начале, это все делается для того, чтобы людей разобщить. Разобщенный человек, он никогда не найдет себе сторонников здравомыслящих, потому что все время будет объединяться с другими, такими же, как он, не ради создания благостного какого-то своего мира, а ради доказательства неправоты других людей, ради борьбы с другими людьми, которые не воспринимают его точку зрения, то есть ради разрушения. И в этом случае создать нам какого-то настоящего общества, державы, не получится в этом случае. Наша задача объединяться, искать то, что нас объединяет, то, что позволяет нам становиться хозяевами на земле, не в виртуальном пространстве, хотя это часть теперь нашей жизни, а реально на земле, потому что реально у нас отнимают землю. В нас вводят виртуальное пространство, но при этом отжимают физическое пространство. Где будет жить тот человек, который сейчас в физическом пространстве находится, мне непонятно. Где будут жить его дети, его друзья, мне тоже непонятно. потому что дали тебе игрушку, но за эту игрушку ты заплатил реальными своими ресурсами, отдал часть своей земли, отдал часть своей жизни, часть своего здоровья и так далее. Ты пренебрег друзьями, знакомыми, родственниками, а в то время как те, кого не любят враги, кого называют врагами, они реально создают общество, они объединяются, они планируют, как взять физически эту землю, они планируют, как подчинить финансово других людей, они вот это все дело делают физически реально, а не в виртуальном пространстве. Виртуальное пространство не погружает всех остальных. Вот в этом очень серьезная проблема. Следующий шаг, насколько я его вижу, это так называемое чипирование. Поскольку виртуальный наркотик очень сильно в себя затягивает, виртуальная жизнь очень сильно затягивает, она требует каких-то оперативных быстрых действий от человека, потому что компьютер быстрее исполняет, чем сам человек. И если человек все время будет набивать какими-то такими движениями или движениями мышкой какие-то слова, двигать иконки, запускать программки, он все равно будет компьютеру проигрывать, компьютерному боту. А если он это будет делать мысленно, без использования гаджетов, так называемых, управления, клавиатуры, мышки, и там вот эти touchpad это называется, то в этом случае тогда он сравнится с компьютером по скорости, ну или приблизится по скорости взаимодействия, по скорости направления. И вот тогда будет ему предложено вышивание внутрь или соединение с человеком вот этих самых гаджетов, уход от мышки какой-то или клавиатуры, сюда или сюда, или куда-то еще там вшивается какое-то устройство, которое соединяется с нейронами, человек мыслит, у него сразу это исполняется, мыслит, исполняется, мыслит, исполняется, ускоряется процесс. Потом дальше туда же вводятся финансы, а может быть сначала финансы кому-то, а кому-то потом гаджет. В зависимости опять же какая потребность человека. Финансы, значит финансы, если игрушки, значит сначала по управлению, а может и то, и другое сразу. И тогда человек превращается уже сам в компьютер полноценного биоробота, который еще больше зависим от интернета и от виртуального этого всего мира, и которым еще больше проще управлять. Потом дальше ему говорят, ну вы же хотите еще круче быть, значит нужно, чтобы программа вам еще в мозг что-то успевала выдавать, не через экран, а напрямую в мозг. и тогда вам не нужно будет вообще этот виртуальный экран, и не нужны будут эти очки, какие-то приспособления, вы сразу в зрительный нерв будете получать, что вам надо. А это уже полное подключение человека к системе управления. Это полное его создание как биоробота. И сейчас мы только биороботы такие живые, которые могут иметь душу кто-то, дух и все остальное, и быть полноценными человеками, то следующий этап это выбрасывание всех этих критериев, как душа, дух, совесть, они уже становятся не нужны. Прямое управление. Тебе нужно получить программу, например, управление автомобилем или управление вертолетом, как в матрице. Нажали на кнопочку, в тебе это все загрузилось, и ты уже прошел курс управления автомобилем, управления самолетом или вертолетом. Нужно какой-то опыт, тебе показали картинки быстро, закачали, ты утром просыпаешься, ты все уже видишь, у тебя память есть. Хорошо, прекрасно, отлично, но это не твой опыт. И мало того, в дальнейшем еще будет дальше накручивание всей этой темы, и скажут, а теперь вы вообще можете подключиться к центральному управлению. Зачем вам думать, мыслить, куда поехать, куда пойти? Компьютер сам вам даст управление, куда лучше идти, зачем идти, где дешевле цена, где лучше воздух, где лучше условия, и это сразу вам будет загружаться. Конечный итог, наверное, очевиден, это вообще полное управление. Ребенок будет рождаться, родители будут подписывать бумажечку о том, да, я согласен, чтобы мой ребенок получил полное управление, перенаправление от нас к какому-то компьютеру, условно, матрице назовем. и потом ребеночек уже растет с этим, для него это вообще не новость, он с этим совсем растет, для него это норма становится, и он даже не будет знать о том, что когда-то были такие допотопные компьютеры с мониторами, с мышками, с клавиатурами, что вообще раньше люди на земле жили, и они что-то производили, все производят роботы, такие же, кстати, как и он, и он где-то будет встроен, и ему будет там что-то вкручиваться в голову, о том, что он крутой, а другие все ничто, и тогда мы вообще уходим от реального общества, вот чем чревата виртуализация, чем чреват виртуальный лохотрон, вот этот четвертый уровень управления над всеми, которые находятся, в принципе, к этому нас всех ведет. Алексей, можно я сейчас тогда попробую обобщить, что ты сказал, и после этого уже надо шаги, что делать, да, и так, значит, смотри, получается, какая штука, да, хоть и говорят, лень двигатель прогресса, в данном случае она лень двигатель разрушения твоего полностью, да, то есть и как человека, и как души, и как какого-то высшего существа, то, что тебе навязывается извне, далеко не всегда тебе на пользу, и в данном случае мы разбираем интернет, по большому счету он сейчас что делает, он людей отучает думать, отучает действовать в реальном мире, люди начинают жить чьим-то опытом и чьими-то лживыми фактами, лживой информацией, чьи-то, да, при таком, при такой каше в твоей голове тобой легче управлять, потому что через какое-то время твое мышление становится то, что называется дуальным, то есть ты мыслишь категориями друг-враг, хорошо-плохо, да-нет, то есть по большому счету ты становишься сам, как этот компьютер, а дальше небольшой шажок такой, он обычно делается плавно, как я вижу, это сначала идут какие-то игры, то есть через игры идёт, например, есть игры, где учат грабить, убивать и так далее, потом человек с таким посылом встаёт из-за компьютера, у него уже мозги промыты многолетним таком вот игранием, и он это начинает применять в реальной жизни, вот, другие катаются с утра до вечера на виртуальных машинах, разбиваясь, у них там неограниченное количество жизней, потом они выходят в реальный мир и устраивают там эти покатушки с авариями, третье считают с одной стороны, что они делают хорошо, когда покупают детям, это называется слово гаджет, на самом деле в данном случае это правда, это наверное так и есть гаджеты, то есть какой же ты гад, ты покупаешь ребёнку устройство, которое его убьёт, в котором будут игры, написанные такими же добрыми дяденьками, которые с малых лет будут ребёнка учить не мыслить и познавать мир, а будут учить пальцем водить по этому экрану и делать так, как там велик вот это устройство. И ещё какой момент я вижу, общение, которое именно общение в семье, общение с друзьями своими, соратниками, оно переходит на уровень переписки в социальных сетях или как называется «Зачем мне любовь?» Я скачаю какой-нибудь фильм или ролик, как это выбирай, хоть что ты выбирай, а как же хоть что выбирай ты, а выйдешь всё равно на какие-то там сайты, то есть плохого содержания. И дальше получается следующий шаг после промывки мозгов вот такими играми, разными теориями, идёт уже как у собачки Павлова проверка на рефлексы, которые называются флешмобы. Это вот когда надо в определённое время прийти куда-то и сделать какое-то глупое действие. Сначала это начинается с простого типа там я не знаю там руку вверх помахать, а заканчивается это там братьями нашими славянами с братской страны, когда получилось плохо у них там всё задумано было хорошо, а получилось плохо. И по большому счёту получается там есть зёрна информации. Вот например Народное славянское радио, но как вот выскажи своё мнение как грамотно работать с этим делом, чтобы всё-таки извлекать пользу с этого дела, а не противоположный эффект получать. Хорошо. Да, ты хорошо это всё подвёл, итог такой вывел, и в заключительной части хотелось бы конечно поговорить о том, а как нам быть, что же теперь делать. Первое, всегда, когда вы ввязываетесь в какую-то войнушку, войнушка так или иначе уже идёт против нас всех, человек на войне, ну в данном случае, те, кто нас смотрит, должны осознать, а что хочет от вас враг. И когда вы поняли, что хочет от вас враг, первое, самое необходимо перестать делать то, что он хочет. Иначе, если вы будете исполнять волю врага, вы всегда в этой войне окажетесь побеждёнными. Это принцип любой войны. Дальше, то есть вам необходимо разобраться, что происходит и начать не исполнять его задумки, начать исполнять задумки по своей жизни. То есть жить самостоятельно, это первое. Второе, надо понять, кто же вы на самом деле, человек или уже биокомпьютер, который исполняет какие-то заложенные в него программы. Самое первое, что отличает человека от биокомпьютера, это понимание мира. человек, тем более ведического плана, с ведическим мировоззрением, мировосприятием, он воспринимает мир целиком, как он есть, воспринимает мир, какой он есть, полностью принимает его, и дальше, поняв, что, как устроено, уже живёт. тем самым, если он понимает, что кто-то делает что-то плохое против него, он предпринимает действия для того, чтобы больше этого не происходило, чтобы никто не мешал ему жить по совести, в ладу с природой, так как это ему предначертано по жизни. Биокомпьютер дуален, на мой взгляд, даже не дуален, а двойственен, плюс-минус, хорошо-плохо, холодно-жарко, то, о чём я говорил раньше. И он не способен воспринимать мир целиком. Он сразу отвергает то, что его не устраивает, и начинает драться за то, что его якобы устраивает. Искать себя соратников, сразу что-то производить, не понимая сути того, что есть в этой жизни. И в этом случае тогда он просто исполняет чью-то программу. То есть человек живёт по своему предназначению, божественному. А биокомпьютер исполняет чью-то программу, скорее всего, уже не божественную, которая прошла какие-то трансформации, изменения в чьей-либо голове, в чём-либо компьютере, в чём-либо сознании, и сюда, в этот мир, вброшено. Вот это основные критерии, основные понятия, представления, которые дают возможность разобраться, кто вы, компьютер, биоробот, или всё-таки вы человек. И в зависимости от этого это является предсказанием всей вашей будущей жизни. Будете вы жить как компьютер, который исполняет до поры, до времени свою роль, потом он устаревает, его, или чуть-чуть модернизирует, но потом всё равно устаревает, его выбрасывают. Или вы человек, который живёт так, как ему необходимо жить. И он исполняет божественную программу, потому что человек, на мой взгляд, это тот, который, будучи там, в божественном пространстве, создавал свою жизнь вместе с теми, кто ответственен за наше пространство. То есть он сам часть божественной программы, и он сам создавал свою жизнь, такой, как она должна быть, своё тело участвовал в его создании, свою жизнь, программу этой жизни и так далее. Вот если мы это всё понимаем, тогда мы делаем определённые выводы и живём так, как надо. Ну и в заключение, человек всегда использует принцип, который называется принцип айкидо, человек, а не биокомпьютер. Биокомпьютер всё время встает в блоке, он защищается, он отражает, удар наносит, отражает, наносит. А принцип айкидо – это понимание движения тела и помощь в том, чтобы тело прошло рядом, применение его энергии для того, чтобы оно же эту энергию применило туда, куда тебе нужно. Противник хочет так, а ты направляешь его сюда. Хочет он со стенкой встретиться, он встречается со стенкой, а не с тобой. Хочет он упасть, ты помогаешь ему упасть. Без зла, без какого-то там насилия, ты просто продолжаешь его же вектор движения и он упирается во что-то, или в землю, или в стенку. Вот. Поэтому человек это тот, который может даже вражеские нападки применить в свою сторону. Вражеские изобретения применить, использовать так, чтобы они как минимум не нанесли ему вреда и как максимум вернулись к тому, кто это все создал. Вот это человек. Вот основные параметры, которые я считаю необходимы сегодня озвучить. заключение нашей сегодняшней встречи и на который я хочу, чтобы люди обратили внимание. Иначе вы будете превращаться в зомби, в биокомпьютеров. Вы будете создавать для своих детей в дальнейшем жизни вот таких автоматических существ с живленными датчиками, системами управления. В конечном итоге вы создадите по своей якобы воле прецеденты для создания той самой матрицы, которая была прекрасно показана вот в том фильме под названием «Матрица». Как-то так. Алексей, еще вот развеи немножко про то, что в то время, когда большинство сидит вот в этих виртуальных сетях, в это же время с Землей у нас творятся не очень хорошие процессы. Вот тоже, как бы, чтобы люди на этот момент обратили внимание. И если мы, как говорится, если мы будем тоже спустя рукава к этому относиться, то наша Земля может превратиться в такую планету, куда потом нам, когда мы придем, нам будет не очень приятно находиться. Да, в принципе, здесь все очевидно. Если человек занимается не своей жизнью, а жизнью кого-то другого, и причем не близкого родственника, и того другого, который не желает строить державу, то в этом случае он переходит в состояние безобразия. И все, что происходит на Земле, это всего лишь следствие его отношения к этой Земле. То есть, хотите жить хорошо, вы должны понимать основы жизни, основы своего бытия, основы своей природы. И не пытаться их изменить с точки зрения того «я хочу», своей «хочушки», а пытаться соответствовать своей природе. Человек, разрушающий свою природу, в конечном итоге разрушает сам себя. Если он убивает свое естество, он убивает сам себя. Поэтому необходимо еще раз заниматься вопросами своей физической жизни, не забывая, естественно, про те инструменты, в том числе виртуальные, которые нам даны, не забывая про ту технику, которая есть, но в конечном итоге использовать ее на благо. И даже если что-то сделано на сегодняшний момент такое в технике, что разрушает очень много в нашей жизни, переводить ее или создавать новые образцы в такую технику, которая не будет разрушать нашу землю, не будет разрушать нашу жизнь. То есть не будет загрязнять воду, не будет загрязнять воздух, не будет уничтожать почву, помогать земле восстанавливаться. Очень много помойок в последнее время появилось. И сейчас правительственные программы о том, выходит, как с этими помойками быть, вот, закрывать помойки. Ну, хорошо, здесь закрыли. А что, мусор меньше, что ли, становится? Ну, закрыли здесь. Но через два населенных пункта появится новая помойка. Я знаешь, Алексей, что вот заметил. То есть, если ты питаешься природными продуктами, да, ну, например, яблочки, да, те же съел, и вот ты живешь, например, на земле, там, если что-то тебе оставил, выкинул, оно сгнило, и пользу принесло до земли. Даже то же самое картошку, даже простую очистки картошки, их червячки покушают, и будет тебе вот гумус, или как там правильно назвать, да, вот это земле польза, да. Но когда люди это все засовывают в пакеты полиэтиленовые, да, потом еще куча стеклотара и куча другой, то есть, мы, по сути, производим мусор, мы не еду производят, вот сейчас у нас современная вот эта цивилизация, она производит мусор. Ты съел чуть-чуть, а выкинул, после тебя нагадил, что еще в тысячелетии будет переваривать земля. Так не проще ли питаться тем, что нам, как говорится, природой создается, или даже другой, да, вот момент, яблоко, сколько вот природные вещи хранятся, они хранятся там, бывают месяцами, некоторые яблоки благополучно зиму, перезимовые, да, или вот то, что купил в магазине какую-нибудь ерунду, сосиску или что-то, да, и на второй день без холодильника ты отравишься этим ядом. Вот тоже как бы показатель, как бы, но люди почему-то предпочитают есть не пойми что. Я тебе отвечу, почему предпочитают, потому что второй и третий уровень людей на это направляют, людей настраивают на то, что надо пользоваться полуфабрикатами, ну, самим-то производить что-то в виртуальном мире некогда, проще пиццу заказать, ну, хорошо, если пицца придет в картонной упаковке, ладно, съели, покакали, картонную упаковку выбросили, она сгнила, если вы идете в супермаркет, где эти полуфабрикаты упакованы в полиэтиленовые мешки, какие-то пакеты, которых огромное количество, там может быть упаковка в упаковке, я знаю, например, страны, где двойная, тройная упаковка, это их бизнес, они живут за счет этого, вот у них вся страна, это упаковщики, они просто производят упаковку, больше заняться нечем, там открываешь коробочку, значит, коробочка, она завернута в полиэтиленовый какой-то, ну, или целлофан, или полиэтилен, ну, скорее всего, целлофан, открыл, дальше, вытаскиваешь из этой коробочки, ну, какие-то там финики, они еще в полиэтилене, уже в полиэтилене целлофане, хорошо, разодрал, но, там еще прокладочка между ними, которая тоже на основе какого-то такого не совсем природного материала, и еще внутренняя коробочка, лоток, тоже пластиковый, вот посчитай, сколько упаковок снаружи, помимо картонки, еще и картонка, сейчас заменитель есть, которая не разлагается, то есть, если такая коробка, считай, коробка, она завернута в этот целлофан, дальше, внутренняя полиэтиленовая упаковка, какая-то подложка, какие-то прокладки, вот у тебя получается 5-6 вот таких дополнений к финиковым, которые тебе не нужны, фиников там, например, штук 20 от силы, может быть, 10, съел финики, косточки выплюнул, а это куда девать, а это все это в помойку, которая потом идет куда-то на поля и непонятно, как там, что с ней делают. Так я к чему хотел сказать? На мой взгляд, необходимо, прежде чем начинать закупать какие-то заводы по переработке вот этого мусора, сначала осознать, откуда этот мусор берется. к примеру, если бы я, давай так помечтаем, если бы я был руководителем какой-то страны, я бы реально заплатил ученым за то, чтобы они создали некий отчет, откуда берется мусор, разобрали. Приходит он, например, из Китая, а у нас по большому счету 80% китайской продукции это работа на нашей помойке. Через месяц половина продукции из Китая оказывается на помойках, через полгода еще третья часть, ну и через год все оставшиеся. Китайские продукты, вот такие, которые через Алиэкспресс покупают в очень большом количестве, они очень дешевые, как правило, и качество такого, так, попользовался денек-два, и потом выбросил игрушек, огромное количество идет отравленных и так далее. То есть они, это сразу, эти ребята, работают на нашей помойке. Так вот, я задал задание за деньги ученым, чтобы они реально разобрались, откуда же берется мусор. И потом бы другим ученым я дал задание через, как там это называется, когда они соревнулись между собой, сделать так, чтобы разобрались, а как теперь от этого мусора избавляться, как вернее не избавляться, как не допускать его. и уверяю, что появились бы огромные суммы высвободившиеся, которые бы шли не на создание мусора, а на то, чтобы производить экологическую упаковку, которая бы очень быстро разлагалась, которую не нужно было бы там перерабатывать, где-то хранить, утилизировать. Это первое. Вторых, я бы посмотрел, а насколько, например, можно вообще без упаковки обходиться. Во времена Советского Союза, может быть, кому-то это покажется странным, неудобным, люди ходили в магазин за сметаной или даже за молоком со своими бидонами, со своими банками, и все это было нормально. Приходит человек, ему в сметанке килограмм набросали, баночку закрыл, в авоську положил, пошел домой. Авоська при этом служит многие годы, банка служит многие годы. Хороший пример с авоськой привел, потому что вот эти пакеты одноразовые, это же тоже огромное количество мусора, а тут она долговечная и проста, и удобная, кстати, изобретение. Положил в кулачок и ничего тебе не мешает, то есть, пожалуйста. Да, то есть многоразовые сумки. То есть, задача какая? Штрафовать тех, кто производит мусор, они же коммерсанты, они же умеют деньги считать, и если много штрафов идет или налогов на производство этой упаковки, они будут другие упаковки производить. и поощрять те, которые производят экологически чистые упаковки или многоразового использования. Те же самые сумки, авоськи и так далее. Пришел со своим продуктом, получи скидку, например, 10%, положил в сумочку, 10% в магазин тебе скидку сделал. А за товар, который расфасован в двойных-тройных лотках, плати на 10% больше. Причем на ценнике это указано, что вы платите за упаковку. Ну, выгоднее, ты же берешь товар, вот ты можешь, посадить, яблочко там, положив в какой-то пакет свой, с которым ты пришел. Если ты берешь пакет в магазине, то в этом случае ты платишь за него. И в этом случае, даже если ты купил полиэтиленовый пакет в каком-то супермаркете, ты с ним второй раз, третий раз придешь. А если ты купил пакет, который не рвется, который долго служит, ну, ты с ним вообще будешь ходить многие десятилетия. Какие-то самораздаточные комплексы, которые могут тебе выдавать какие-то продукты. Дальше. Я бы обязательно штрафовал тех производителей конечных продуктов, например, той же самой газировки. Или воды какой-то бутилизированной. Газировка сама по себе вредная. Я, может быть, там даже и на это обратил внимание. Но сейчас пока, исходя из того, что есть, чтобы они не выпускали одноразовые бутылки и банки. Чтобы они принимали в обратку. Если у тебя нету по городу пунктов приема стеклотары или пластиковой продукции, или там банок алюминиевых, за деньги, я бы штрафовал очень серьезно. И люди бы стали производить одинакового вида банки, бутылки, какие-то другие емкости, одинакового вида, чтобы они подходили на всех заводах. Это было бы просто человеку интересно это производить. Тем самым мы бы не выбрасывали их на помойку, не бросали бы на улицах. А люди, которые хотели бы заработать, собирали бы это дело. Ну, как раньше там бомжи ходили, собирали, сейчас, не знаю, ходят, не ходят, оторвался. Именно вот засовываешь в приемник какую-то сумму денег тебе или на телефон, или куда-то еще, или на карточку, а может быть и так выдаются. Удобно, удобно. Машина подъехала, там уже разделено. Емкость такая, емкость такая, емкость такая, емкость такая. Дальше. Стало проводить социальную рекламу по поводу того, что необходимо разделять продукты, отходы жизнедеятельности, которые гниют, растительные там или еще какие-то. Вот продукт, который не гниют. И везде бы это все анонсировалось, рекламировалось. И людям просто бы в голову вкладывалось, что вот так вот надо жить, правильно, разделяя. И человеку бы не пришло в голову в один пакет все бросать. Он бы ставил как минимум два пакета. Для того, чтобы гниет, для того, чтобы не гниет. А в дальнейшем может быть даже три. Для этого, для этого, для этого. Но в связи с тем, что у нас бы стало меньше продукции стеклянной, которая бы вот так вот не нужна была, и продукции бумажной, там еще пластиковой, то в этом случае бы у нас меньше приходилось это выбрасывать. И больше бы шло в утилизацию уже не на помойке, а в комплексе приема, который бы рядом с каждой помойкой стояли. Человек подошел, бросил, 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 раз ему там пять рублей пришло на его карточку. Бросил, 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 там десять рублей пришло на карточку. Пустячок, а приятно. Казалось бы, да? А это, пожалуйста, вываливай, оно на свалку придет, а там уже черви могли бы это все дело перерабатывать, и вполне возможно, получался бы компост, и люди бы принимали с радостью, те, кто перерабатывал все эти отходы. Почему? Потому что это вторичное сырье. Пластик можно вторично перерабатывать, резину можно вторично перерабатывать, металл, понятно, можно перерабатывать, стеклотару можно принимать, и не надо тебе владеть деньги за производство стеклотары, оно уже готово, к тебе приходит, разливать чуть и нужно. А продукты, вот эти, которые, расходы продуктов, пожалуйста, червям давай на съедение, они это будут перерабатывать, у тебя будет гумус. Мы бы избавились от вони, от больших свалок, у нас бы стояли компактные заводы по приему и переработке этого всего. И в конечном итоге у нас стали появляться бы продукты уже, которые бы вторично выпускались, та же самая макулатура и все остальное. Вот если бы я был руководителем, я бы задался такой целью. Тем самым, и потом не болела голова, а почему люди жалуются, что дышать невозможно, что источники отравлены. И вот так вот подходить к любому вопросу. Ведь если мы живем в державе, первое, в чем заботятся державы, это об уровне жизни людей, об их счастье, о том, чтобы они были творческими, а не просто какими-то пешками, винтиками в этой системе. И вот это очень важно. И ради этого, в принципе, надо строить державу. И тогда бы человек был заинтересован в державе, а не просто бы ее хаял и кричал, какой там не тот, который сидит наверху. Да потому что он был такой же, как и ты, заботящийся о тебе, о твоих родственных, о твоих близких, знакомых, друзьях и так далее. Вот такой простой способ. Поэтому виртуализация, возвращаемся, этот виртуальный лохотрон, нас приводит к существам немыслящим. Мы не умеем притягивать мысли, не умеем ими управлять. Мы всего лишь навсего исполняем программы, которые в нас заложены. То есть мы превращаем себя в биороботов, а потом мы будем себя в андроидов превращать, потом еще в кого-то. В конечном итоге мы ставим тем самым батарейками, которым снятся красивые сны, но которых использует матрица ради своего существования. Так что включайте голову. Как-то так. Благодарю тебя, Алексей. Слава богам нашим светлым, предкам нашим славным. На самом деле это, я так понимаю, тема-то надолго, но основное ты обозначил. Это все-таки включает здравомыслие, когда какую-то информацию воспринимаешь, а дальше анализируешь, что это дает на благо вот этой информации, как она скажется на благо твоей семьи, твоего народа и на строительство державы. Если вот тут будешь находить разумное зерно, то значит, так оно и надо это вот извлекать. В общем, благодарю. Да, в заключении я сейчас скажу. То есть, первое, что необходимо, понять, что происходит в этом мире. Не с точки зрения виртуализации, а с точки зрения своего бытия. Первое, вы должны понять, вы сейчас превращаетесь в биороботов, исполняющих какую-то программу, какую-то волю, которая, может быть, вам абсолютно вредна или не нужна. Или все-таки вы человек. Как это определить? Мы с Михаилом здесь об этом поговорили и обозначили. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Михаил Ять, Алексей Орлов, Народное Славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова